Книга «Открытым оком. Первый том. Вопрос 279. Политика. Можно ли на Рождество пускать фейерверки? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Для чего прожигать лишние деньги? Как все-таки это глупо и смешно. Я постоянно вспоминаю слова профессора Марцинковского. Вырви из сознания людей Евангелие и останется зияющая рана, которую ничем не прикроешь. Все эти фейерверки, петарды, шум, треск и блеск, думаю, не человек придумал. Там, где Христос, всегда тишина, покой, молитва и радость во Святом Духе. А сколько несчастных случаев, даже со смертельным исходом, сколько пожаров от этого изобретения. У нас есть тоже огни, свечи из чистого воска, благоухающего, как на пасеке, мерцание лампадки на чистом елее, благоухание священнической кадильницы, что может быть приятней и радостней для молящейся души. 1 Иоанна 2, 15. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Якова 4, 4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Римляна 8, 5-7. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.